В эфире итоги недели на БУК ТВ. Я Павел Белявский и корреспонденты информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя, что интересного нового произошло в городе Бресте. Сегодня в выпуске. Брест-газоаппарат объявил о намерении расширить производственные мощности. Планируется возвести участок литья алюминия. В Брестском горосполкоме прошло общественное обсуждение с участием представителей власти, предприятия ГИК-ПЕСТ, проектной организации, МЧС, экологического и санитарного контроля. В центре внимания – дети. В плане подготовки Бреста к тысячелетию отдельной графой обозначено возведение ряда объектов социальной инфраструктуры, которые призваны сделать жизнь в районах более комфортной и безопасной для детей. Мониторинг темы от Анастасии Ноздрим-Плотницкой. Народная марка – автомобиль «Джили» завоевывает пространство. В Бресте по адресу Морозова, 28А, открылся региональный дилерский центр китайского бренда. Прямо сейчас обо всех событиях. Одно из крупнейших предприятий областного центра «Брест Газоаппарат», широко известное в Беларуси и далеко за пределами страны под брендом «Гефест», объявило о намерении расширить производственные мощности и в ближайшем будущем планирует возвести участок литья алюминия на территории транспортно-складской базы, расположенной в микрорайоне Березовка на улице Строительной. В горосполкоме прошло общественное обсуждение данного проекта с участием представителей власти, предприятия «Гефест», проектной организации, МЧС, экологического и санитарного контроля. Подробности у Ирины Ольшовой. На встречу пришли 60 горожан. Инициатором обсуждения выступили пять представителей общественности, жители Березовки, чьи дома располагаются в непосредственной близости от запроектированного литейного предприятия. Цель – узнать, насколько опасным будет производство. На главном предприятии оборудования стоит на данный момент на участке литя старая, советская образца, стоит только одна новая машина. И недавно завод закупил новый литейный комплекс. Аналогичные будут закуплены на новый участок по производству деталей из алюминия. Они будут наиболее адаптированы к современным реалиям в условиях охраны труда, законодательства по охране окружающей среды. То есть оборудование будет соответствовать настоящему времени и являться передовым. Сегодня участок литья расположен практически в центре города на главном предприятии «Гефест» на улице Орджоникидзе. Там алюминий льют уже 40 лет и за это время на заводе не было зафиксировано ни одного аварийного случая. Новый современный участок позволит сделать продукцию предприятия, соответствующие стандартам, принятым в Европе. Улучшится качество кухонного оборудования. Мы сами разработали новую горелочную группу «Гефест-6», которая соответствует всем современным требованиям, связанным с безопасностью, опять-таки с той же энергоэффективностью. То есть если действующие европейские и белорусские стандарты диктуют КПД горелок в районе, ну белорусский стандарт 52% КПД, а европейский стандарт 55%, то вновь разработанные горелки имеют 60%. Это означает, что 10% газа будет экономиться при приготовлении пищи. Это в том числе воздействие на окружающую среду, то есть минимизация этого воздействия. Сейчас на Березовке у предприятия оборудована транспортно-складская база. Рядом с ней территория, где возведут новый цех. Для предприятия это веский плюс. Все коммуникации будут идти от уже имеющейся базы. К тому же это часть промзоны. До жилых домов более 300 метров. И кроме промышленного производства на этих гектарах ничего иного построено быть не может. По тем горелкам, которые мы покупаем ныне по импорту, это ведущие европейские производители Сабафи и Самипресс. Прежде чем мы их устанавливаем, проводим тестирование, глубокое тестирование. При этом делаем ряд замечаний, которые позволяют и тем мировым грантам, собственно, улучшать качество своей продукции. Поэтому мы достаточно в этом плане осведомлены и никаких подвохов ни для кого здесь я совершенно не вижу. Оценка воздействия проектируемого участка литья на окружающую среду оптимистична. Планируемая хозяйственная деятельность не относится к экологически опасной. Выбросы веществ, сопровождающих процесс плавки литья, составят порядка 18,5 тонн в год. Вместе с тем, сторона, представляющая Брестгазоборат, заверила, что все конструктивные замечания общественности будут учтены. О других событиях. Развитие социальной инфраструктуры для детей – один из вопросов, который находится на особом контроле у представителей вертикали власти. Строительство сети детских садов и школ, благоустройство придомовых территорий – темы, которые не теряли и не теряют своей актуальности. В плане подготовки Бреста к тысячелетию отдельной графой обозначено возведение ряда объектов социальной инфраструктуры, которые призваны сделать жизнь в районах, в частности, в новых, более комфортной и безопасной для детей. Наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Плотницкая провела свой мониторинг, а также узнала о планах и перспективах строительства социальной инфраструктуры на ближайшие годы. Брест активно готовится к своему миллениуму. Это с уверенностью может сказать любой горожанин и будет прав. Строительные площадки сегодня развернуты практически во всех районах города. Вместе с расширением дорожной инфраструктуры, модернизацией, капитальным ремонтом зданий и сооружений, большое внимание уделяется возведению социальных объектов, в частности, детских садов и школ. Нехватка такого рода учреждений ощущается в новых микрорайонах. Как правило, строительство жилья здесь идет опережающими темпами. Однако вопрос постепенно решается. Сегодня разрабатывается генеральный план города, в котором учтены будут потребности жителей в объектах социального обслуживания. И в настоящее время областполкомом прорабатывается вопрос, план построительства таких объектов и после тысячелетия. В рамках подготовки города к тысячелетию юго-западный микрорайон станет адресом прописки для ряда новых социальных объектов для детей и подростков. Во-первых, новая школа с блоком начальных классов на 1480 учащихся. Комплекс планирован таким образом, что ребята старшего и младшего звена практически не будут пересекаться. В проект входит не только строительство самого учреждения, но и обустройство прилегающей территории с использованием современных покрытий. Во-вторых, новый детский сад на 350 мест. Работы здесь начались еще в июне 2017. Сегодня они находятся на завершающей стадии. Планируется, что объект будет сдан в июле. В-третьих, новая школа сад неподалеку от рынка Ковалева. Строители здесь заканчивают возведение коробки здания, постепенно переходя на кровельные работы. На данном этапе работает 60 человек на объекте. Возводим, заканчиваем коробку здания. Это второй этаж полностью заканчиваем по этому месту, перекрываем и переходим на кровельные работы. Будем уже готовить крышу полностью и устанавливаем окна и приступаем к отделочным работам. Параллельно здесь начинаем сейчас делать еще стадион. Планируется, что новый объект примет в своих стенах 471 ребенка. Срок сдачи школ и сада – декабрь 2018. Работы здесь сегодня идут уверенными темпами. Трудятся на объекте более 60 рабочих. Регулярно строители сверяют часы в рамках выездных планерок. В следующем этапе мы будем делать, как говорится, чтобы было все красиво. Дорожки, тротуары, отмосточки, крыльца, чтобы уже можно было зайти, чтобы был уже внешний красивый ветер. Что касается такого вопроса, как развитие групп детских садов на первых этажах жилых комплексов, то эта тема сегодня также звучит в новой плоскости. Сегодня активно прорабатываем вопрос строительства в первых этажах жилых домов, встроенных детских дошкольных учреждений. Это новая форма, которая сегодня успешно опробирована в Гомеле и на уровне премьер-министра страны рекомендована к внедрению и в том числе в нашем областном центре. Однако не только социальные учреждения радуют юных берестейцев. Большую часть своего свободного времени многие из них проводят на детских площадках возле домов. Веселые горки, карусели, турники для занятий спортом. Сегодня большое количество городских дворов гордится такого рода комплексами. Однако инициативу в деле благоустройства могут проявить и сами жители, обратившись в горы с полком, где помогут с проектом и ответят на интересующие вопросы. Сегодня есть возможность желающим обустроить свои дворы, официально получить разрешение на благоустройство. Для этого необходимо обратиться в горы с полком, но обращение должно быть от юрлица. Это может быть товарищество собственников жилого дома с просьбой разрешить им благоустройство территории дворовой без предоставления земельного участка. Мы такое решение подготовим, поможем сделать проект этого благоустройства, и жители могут свободно благоустроить, посадить деревья, за ними ухаживать. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Григорий Пекарский, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Народная марка автомобиль «Джили» завоевывает пространство. В Бресте открылся региональный дилерский центр китайского бренда. Представителем белорусского автопроизводителя стала компания «Белавтономия». Новые машины прямо с конвейера завода можно уже приобрести по адресу в Бресте, Морозово, 28А. Материал с презентацией смотрите прямо сейчас. Стремительно, как бегущий гепард. Он свободен и самоуверен. Его пропорции сбалансированы и гармоничны. Вот такие модели белорусско-китайских автомобилей «Джили» красавцы-крассойеры сегодня завоевывают автомобильный рынок и народное признание. Не случайно официальным дилером этой марки стало общество с ограниченной ответственностью «Белавтономия». Команда компании с солидным стажем и опытом продаж автомобилей и сервисного обслуживания уверена – у «Джили» все впереди. Автомобили достойные. С заводом «Белджи» мы уже полтора года вели переговоры, желая получить дилерство данной марки, потому что мы очень сильно верим в ее будущее. Этот бренд завоюет свой рынок и очень приличную нишу на рынке завоюет «Джили» в нашей стране, и в частности в нашем городе, и мы приложим все усилия для этого, создавая комфортные условия для продажи. На сегодняшний день наши банки, центральные ведущие Беларусь, банк БПС «Бербанк» предоставляет кредит под 1,9% в белорусских рублях для продажи, что является наилучшим предложением сегодня на рынке. Уверен, он будет востребован на сегодняшний день. В принципе, это и новые рабочие места. Мы знаем нашу автономию, она уже не первый год в городе Бресте. Граждане наши оценят качество машины «Джили», тем более это белорусская сборка, и они тем более будут востребованы здесь у нас. И, конечно же, тот сервис, который предлагает не только по городу Бресту, а и по территории всей области Брестской, то есть это тоже дополнительный бонус для потребителя. «Красная ленточка», как приверженность традициям, перерезана. В этом году вручен сертификат официального дилерства, и гости смогли попасть в просторный зал шоу-рума, площадь которого составляет 160 квадратных метров. Здесь можно приобрести автомобили, а также стать клиентом сервисного обслуживания. Производить автомобили – это одно, но их же нужно еще и реализовывать. Поэтому открытие очередного дилерского центра – это у нас праздник. Вот как сегодня организован нашими дилерами «Белавтономия» в Гродзе-Бресте. Это уже четвертый дилерский центр, открыт компанией «Белджи». Два в городе Минске. В прошлую пятницу мы открыли в городе Гомеле. Дальше мы открываем во всех областных городах. Это Витебск, Гродно и Могилев. Завод «Белджи» является технологичным, так как присутствуют инновационные технологии. Есть современная робототехника и, самое главное, белорусские рабочие – большие профессионалы, которые относятся к своему делу ответственно. Немаловажна и поддержка руководства страны. Поэтому в Китае был сделан выбор в пользу Беларуси. Как же создаются автомобили под брендом «Джи-Ли»? Предприятие «Белджи» заявлено как предприятие полного цикла, что предполагает сварку, окраску и сборку. Комплектующие прибывают на завод из Китая. На сварочной линии работает 26 сварочных роботов «Кука», которые в автоматическом режиме осуществляют сварку кузова будущего автомобиля, по мнению специалистов, идеального качества. Далее линия регулировки, то есть сручная сварка, где операторы усиливают кузов дополнительными точками сварки. Здесь же добавляются двери, капот, крышка багажника. Следующая фаза – окраска. Она проходит после многих подготовительных этапов. Основные покрасочные работы производят немецкие роботы «Дюрк». Тесты на коррозильную стойкость по стандартам «Вольво». Далее сборка, регулировка и многие другие тестирующие процедуры. Продукт «Джили Атлас» в частности, «Джили МГранд Х7» – это совершенно новый, совершенно другой продукт. Это даже не тот «Джили», который был раньше. Мы были на заводе, наши сотрудники были на заводе, видели своими глазами сборочный процесс, сборочные линии, те технологии, которые применяются. И по приезду, скажем, с обучения на заводе у сотрудников кардинально поменялось мнение к отношению к бренду «Джили» в целом. Мне качество данного автомобиля очень нравится. У меня служебные автомобили, я вот открываю дилерский центр в регион, и приходится много ездить на автомобиле. Уже пробег 25 тысяч километров, никаких замечаний нет. Да, только заправка и техническое обслуживание. Народная марка? Вы знаете, мне очень «Джили Атлас» нравится. Мне нравятся автомобили «Джили». Возвращаясь в дилерский центр продаж «Белавтономии», следует сказать, что во время церемонии были вручены ключи первому покупателю. Им оказался обрещание на Роман Гадун, который домой отправился. На новеньком «Джили Атлас». Роман, здравствуйте. Здравствуйте. Вы первый покупатель в Бресте такой красивой машины автомобиля, как «Джили». Да. Как ощущение? Ну как, как в новой машине, видите, все красиво, места много, все светится. Что еще надо? А чем ваш выбор обоснован? Ну как, достойный автомобиль, хорошая цена, сервис хороший. Машина классная, блин, почему нет? В дилерский центр «Джили» в Бресте предприятие полного цикла. Здесь можно не только приобрести новый автомобиль, но и пройти сервисное обслуживание и текущий ремонт автомобилей всего модельного ряда «Джили». Специалисты центра помогут в выборе запчастей и дополнительного оборудования. Для брестского покупателя «Джили» начинается здесь, на улице Морозова, 28А. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для программы «Итоги недели». Вы смотрите «Итоги недели» на БУК-ТВ. Продолжаем выпуск. Брест – город спортивный, и славу ему приносят не только атлеты в индивидуальных дисциплинах, но и команды по игровым видам спорта. Таких в городе над Богом 12. На слуху у многих футбольная команда «Динамо Брест», гонбольный клуб имени Мешкова. Не отстают от них бейсбольные брестские зубры. Не перестают радовать и представители женского волейбола. В канун Дня работников физической культуры и спорта в Бресте прошло участвование волейбольной команды «При Бужье». Повод весьма приятный. Девушки завоевали серебро чемпионата Белоруссии. Теперь перед командой, которую много лет успешно тренирует Наталья Мелянюк, открываются новые горизонты. О перспективах и новых планах брестского волейбола в сюжете Ирины Ольшовой. В зале олимпийской славы участвовали волейболисток, тренеров и руководство команды «При Бужье», ставших серебряными призерами 27-го чемпионата Республики Беларусь по волейболу среди женских команд в сезоне 2017-2018. Команду поздравили руководство города, депутатского корпуса, управление спорта и туризма Брестского областного полкома, управление Брестского областного МЧС, а также руководители ведущих предприятий Бреста. Поздравляя спортсменок с заслуженной победой и вручая почетные грамоты, председатель Брестского горосполкома Александр Рогачук отметил, что этот спортивный успех – серьезное достижение для города. Это очень высокий результат и очень хотелось бы, чтобы этот результат проецировался на другие виды спорта. Это очень важно. Вместе с тем, это пример нормальной государственной поддержки спорта, потому что в 2014 году мы приняли ответственное решение взять часть затрат на городской бюджет. Сумма немаленькая, в то же время эта сумма дала отдачу. Поэтому я очень рад и мы будем дальше эту работу продолжать. Продолжать по многим направлениям. Во-первых, формировать волейбольную школу до низа, финансово поддерживать. Сезон 2017-2018 для брестских волейболисток выдался нелегким. Сменился главный тренер и произошла смена поколений. В основной состав пришли игроки дублерской команды «Прибужье Цор Виктория». Спортсменки в большинстве входят в молодежную сборную. Поэтому серебро чемпионата для молодой команды – большой успех. Коллектив дружный, целеустремленный. Очень много работаем. Поэтому всегда, когда есть работа, есть результат. А планы на дальнейшие. В общем-то, много будет зависеть от сегодняшнего мероприятия. Потому что, как известно, будут люди, которые вроде бы заинтересовались нашим клубом. Поэтому ждем. Потому что у нас немножко сложное положение в клубе. Поэтому надеемся, что нас поддержат. Потому что есть результат, есть команда. Хотелось бы сохранить хотя бы костяк. Ну, а по максимуму как бы всех. Пять нынешних игроков «Прибужья» в прошлом сезоне стали бронзовыми призерами чемпионата Европы среди юниоров. Борьба же за чемпионский титул внутри республики по накалу страстей оказалась на порядок выше состязаний европейского уровня. Особенно финальная игра с лидером белорусского волейбола – столичной минчанкой. Я считаю, что было сложнее все-таки на чемпионате в Беларуси. Потому что уровень отличается. Все-таки мы играли против старших игроков. А на Европе против своих сверстников. Конечно же, уровень отличается. Завоевание серебра на чемпионате Беларуси дает нынешней команде право заявиться в Кубок Европы и попробовать вмешаться в спорт грандов волейбола. Амбиции у девушек и их тренера хватает. Мастерства тоже. Что касается финансовой поддержки, то команда ее получит. Это гарантировало и руководство города, и ведущих предприятий региона. Надо заявляться себя и в европейских кубках. Потому что это узнаваемость, это популяризация, это повышение престижа Брестского волейбола. Поэтому я уверен, что будем бороться за чемпионские звания в следующем сезоне, в наступившем сезоне. И уверен, что у волейбола Брещена, города Бреста, большое будущее. Ирина Альшова, Андрей Щербатон, Луговкин. Специально для итогового выпуска «Бокинформ». В продолжении темы. В третью субботу мая свой профессиональный праздник отмечают представители спортивной отрасли. Сегодня день работников физической культуры и спорта. Бресту есть кем и чем гордиться. Областной центр по праву претендует на звание самого спортивного города Беларуси. А на Берестейской земле выросло много талантливых спортсменов и тренеров. Один из них – тренер по пулевой стрельбе Брестского областного комплексного центра Олимпийского резерва Андрей Фоминых. По итогам 2017 года Андрей Викторович награжден почетным дипломом с присвоением звания «Человек года Брещены-2017». Впервые за многолетнюю историю конкурса такого звания в области физической культуры и спорта удостоен представитель тренерской школы. В канун профессионального праздника наш корреспондент Ирина Альшова побывала в гостях у известного спортивного наставника. Родным городом для Андрея Фоминых Брест стал 17 лет назад. В 2001 году по приглашению известного спортивного руководителя Владимира Хатько, 19 лет возглавлявшего областную школу высшего спортивного резерва, Андрей Викторович вместе с семьей перебрался в город над Бугом, чтобы стать тренером и наставником в большой и дружной семье спортсменов-стрелков. Настоящим тренером им становятся, да, но для этого надо родиться с желанием кого-то учить. Знаете, быть таким занудой. Вот, я думаю, девочки иногда готовы развернуться и в меня пальнуть. Вот, и призвание к этому должно быть, потому что, так, ну, умение достучаться до чужой головы, это не у всех получается. Сегодня Андрей Фоминых настоящий гуру пулевой стрельбы и не только в Бресте. Среди его учеников победители и призеры республиканских, европейских и мировых чемпионатов. Что ни имя, то звезда. Светлана Будько, Светлана Чербацевич, Евгения Дикая, Злата Кукелко, Владимир Чернов, Тимофей Вышинский. Мне легче всегда было с девушками, потому что они терпеливее, на мой взгляд, это сугубо мое личное мнение, они терпеливее, трудолюбивее, кропотливее. Созревают потихоньку мужики, тоже мозгами крепнут после 25 и к 30 годам уже действительно зрелые спортсмены, самостоятельные. Тем более наш вид спорта, он такой, как сказать, ну да, он долгий век. Наставник гордится своими учениками, но все же главный успех Андрея Викторовича – это Юрий Щербацевич. Участник четырех олимпиад, многоградный победитель и призер Кубка мира и Европы. Успешный тандем, тренер-спортсмен, работает без малого 12 лет. В 2006 декабре он пришел сюда, ну а вот последние там несколько лет он стал действительно лидером. Не у нас, а в команде. Просто так ничего не бывает. Он работал, у него вкладывали средства, область, вот школа. И года через два он просто своими результатами, он окреп стал стрелять, начал потихоньку пододвигать. Впервые за много лет представитель тренерской школы Андрея Фоминых стал победителем в конкурсе «Человек года Брещина-2017». О своих личных успехах Андрей Викторович говорить не любит. Главное, считает он, что семья поддерживает и понимает, потому что вся его жизнь – это тренерская работа, где в процессе долгих тренировок куются настоящие чемпионы. Здесь с тренером согласны и его ученики. Авторитет наставника – один из основных секретов успеха. Тренер сложный, но и простой. Его просто нужно понять, всегда поддержит, что нужно скажет, сам по всем технике все расскажет, что нужно делать, всегда смотрит и за границей, как люди тренируются, и всегда говорит, что нужно попробовать так, нужно попробовать это. Хороший тренер. Тренер импульсивный, такой же, как и я. И я думаю, именно на этой почве мы с ним и сошлись, потому что я почувствовала, что вот есть оно, мое. И часто у нас бывает такой разговор на эмоциях, если мягко выражаться. Но я всегда говорю, что у него есть огромный один плюс, который, чтобы у нас не случалось, он перекрывает все наши минусы и недопонимания. Он никогда не кричит со мной в параллель. Он всегда дает мне высказаться, а потом уже начинает высказываться сам. А еще тренер Фоминых резкий в суждениях, жесткий, но справедливый, быстрый и острый, как пуля. И всегда, со своей точкой зрения, невзирая на чины и должности, оно и понятно, тренер по пулевой стрельбе Андрея Фоминых другим быть не может. Ирина Альшова, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, специально для итогового выпуска Букинформ. Вы помните время, когда на человека, который идет по улице с палками, похожими на лыжные, смотрели искоса. Период становления скандинавской ходьбы в Беларуси закончился на удивление быстро. Сегодня таким спортивным увлечением никого не удивишь. Движение любителей этого вида физической активности становится все многочисленнее. На текущей неделе в городе над Бугом состоялся большой слет. Побывала на мероприятии съемочная группа телекомпании Бук-ТВ. Скандинавская ходьба, или как ее еще называют, ходьба с палками, собрала в городе над Бугом на текущей неделе десятки приверженцев со всей области. Они приехали в Брест в рамках специальной инициативы слета. Организаторы мероприятия – Ленинский территориальный центр социального обслуживания, городской союз женщин и парк культуры и отдыха. Сегодня мы собрали из всей области Ивацевичи, Иваново, Береза, Каменец. И приятно, что они тоже расширяют свой диапазон. А то, что людям это нужно, вы увидите сегодня. Есть женщины, которым по 80 лет. И не скажешь, что они такого возраста, потому что они ведут такой активный образ жизни. Большинство участников находятся в золотом возрасте, однако, вопреки стереотипу, пенсионеры не ограничивают круг увлечений приусадебным участком и семейными заботами. Мы первый раз, и мы хотим увидеть, что у других, почерпнуть для себя и, наверное, взбодриться еще с новыми силами и привлечь молодежь, более молодое поколение и мужчин. Потому что очень сложно. Вот женщины, они как-то более любят себя. Вернее, когда уходят на пенсию, они понимают, что им надо жить. А мужчины или стесняются, или, ну, не знаю что. Но пока вот очень редко в группах увидишь мужчин. Скандинавская ходьба – хороший способ укрепить здоровье. Как утверждают ее любители, многие болезни и недомогания удалось взять под контроль. Я занимаюсь уже четвертый год. И хочу сказать, что все мои хроники постепенно отступили от меня. Если для меня было раньше очень трудно пройти определенное расстояние, то сейчас я выпрямилась, я чувствую себя более здоровой, у меня более хорошо работают легкие, у меня пропали сердечные проблемы. А главное, что я нашла единомышленников. Мы объединились, и нам хорошо вместе. В настоящее время на Бречне проживает порядка 380 тысяч пенсионеров. Многие из них посещают занятия в центрах социального обслуживания. Практически везде есть секции скандинавской ходьбы. Обучение чаще всего проводят волонтеры. Очень хорошо, что у нас образуются подобного рода клубы скандинавской ходьбы, клубы пожилых людей, любителей песни, любителей танца, любителей народного творчества. Поэтому подобного рода слеты – это одно из направлений той всей работы, которую осуществляют наши территориальные центры социального обслуживания. Скандинавская ходьба тренирует 90% всех мышц тела, улучшает работу сердца и легких, идеально для исправления осанки и проблем шеи, улучшает чувство равновесия и координацию. Весомые аргументы, чтобы присмотреться к такой физической активности внимательнее. Анастасия Стропко, Григорий Пекарский, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Это были итоги недели на БУК-ТВ. Смотрите нас в эфире в 19.40, 22.50, утром в 7.15. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события, факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте 54-63-67. Мы вас услышим. Кто не успел увидеть нас в эфире, есть возможность посмотреть программу на сайте телекомпании booktv.by, а также на нашем канале в YouTube. Прямо сейчас о погоде на ближайшие дни. А я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 20-21 мая Беларусь в основном будет находиться в поле повышенного атмосферного давления, сформированном в прохладном воздухе, поступающем со Скандинавией. В юго-восточных районах республики скажется влияние неустойчивой воздушной массы. 20 мая в Бресте без осадков. Ветер переменных направлений умеренный, станет прохладнее. Температура воздуха минимальная ночью 9-11, максимальная днем 17-19 со знаком «плюс». День понедельника 21 мая в Бресте пройдет без осадков. Ветер северо-восточный умеренный, температура воздуха в ночные часы 8-10 градусов, днем воздух прогреется до 19. Субтитры подогнал «Симон»!